здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале not по стриму сегодня вопреки обыкновению скажу это в начале ролика не в конце у нас есть также группа вконтакте где мы стараемся дублировать ролики ну и в других соц сетях тоже можете нас поискать глядишь там тоже со временем появимся хорошо на сегодня у нас на обзоре вот такая вот подставочка вол я про него вскользь уже неоднократно упоминал она у нас есть на сайте в продаже уже довольно давно и периодически спрашивают что и такое с чем ее есть поэтому решили запилить обзор чтобы каждый раз клиентам не пересказывать а просто показывать давать им ссылку хорошо такая коробочка скромный комплект внутри у нас подставка внутри у нас переходник и две бумажечки 1 про переходник другая непосредственно про подставку обращаю ваше внимание что вот такая вот штука сама зарядное устройство в комплект не входит комплекте у нас только подставка и переходник и так для чего нужна подставка подставка нужна для того чтобы наконец такие как белые люди не втыкать провод напрямую в машинку что не всегда в общем то удобно и довольно таки проблематично как сходу попасть ковыряться а воткнуть один раз зарядное устройство зарядную подставку и в дальнейшем мы просто ставим машинку на зарядку при этом у нас не скрывает подставка оригинальную индикацию то есть это лампочка в зависимости от года выпуска лампочка будет либо непрерывно гореть при зарядке либо она будет подмигивать как вот у машинок начиная с 21 года выпуска хорошо шнур здесь довольно свободно вращается в подставке специально сделан поворотный механизм подставка достаточно тяжелая то есть опрокинуть ее довольно сложно она тяжеленькая если разобрать то внизу прямо вставлена металлическая пластина утяжелитель то есть заранее подуманы над тем чтобы она не опрокидывалась потому что многие подставки они мало того что маленькие они еще и легкие поэтому их очень легко опрокинуть здесь качественно и удобно и хорошо стоящая на столе подставка с прорезиненными ножками которые предотвращают скольжение ну и тяжелое что предотвращает опрокидывание довольно легко вставляется подходит эта подставка для зарядки всех беспроводных машинок уолл барберской серии это вот новенькая легенда это сеньор это супер тейпер это мэджик клип это стерлинг 4 дизайнер все беспроводные машинки барберской серии они сюда замечательно становится не подходит эта подставка хотя очень похоже внешне для триммера волде тейлер ли коррис на у него своя подставка в том же самом стиле дальше подставка изначально рассчитана на работу с вот такими вот зарядными устройствами серым кончиком это новые зарядки которые пошли с 21 года если у вас машинка более старая использовать подставку можно в комплекте с ней идет специально переходничок одним концом он соответственно втыкается в зарядку в другой конец втыкается уже не такой шнур который полностью черный кончик то есть старая зарядка и точно также сможем заряжать машинку на подставке при этом обращайте внимание что крайне нежелательно если у вас есть и те и другие машинки в наборе и старые и новые с разными зарядками заряжать их на одной станции почему потому что не только разная форма шнура но и разное напряжение старые зарядки были четырех вольтовые новые 5 вольтовые в принципе в теории не должны портиться аккумуляторы от более высокого напряжения но я лично это не проверял ну хотите проверьте я бы не стал я бы в крайнем случае завел две раздельные зарядные подставки одну для новых машинок другой для старых главное как-то их отмаркировать не знаю там цветные наклеечки на них навесить где 4 вольта где 5 чтобы не перепутать по запарке ну или просто поменяйте все машинки на новые ха-ха ладно на этом пожалуй все такой короткий обзор напоминаю что обзор этот у нас выходит в первую очередь на youtube канале но также у нас есть канал и канал вернее от группа вконтакте заходите туда там это видео тоже можно посмотреть на этом все подставку можно купить напоминаю нас в магазине ссылки на товары освещаемые в обзоре всегда находятся в описании видео так что смотрите можете там узнать сразу цену можете если понравилось купить можете задавать дополнительные вопросы либо в комментариях под этим видео либо в нашей группе вконтакте там есть соответствующие темы обсуждением на этом все пока пока